ЗАПАДНАЯ АРМЕНИЯ Интервью с Наной Геруной и президентом Армайновеческого центра Караунджа. Фич снизила показатели экономического роста Турции. Республиканский конкурс национальных инструментов народной песни пройдет в Типанакерте. Армянский король шахматного мира Тигран Петросян. Засуха, зарегистрированная Западной Арменией в этом году, продолжает оказывать негативное влияние как на большую часть страны, так и на многие районы Карса. Из-за засухи, вызванной жарой, которая намного превышает сезонные нормы, притоки, питающие реку Карс, начали пересыхать. Отсутствие дождя также негативно сказалось на реке. Дно некогда богатой водой реки, Карс, которая в последние годы значительно сократилась из-за засухи, начало размываться. 16 июня исполняющий обязанности министра обороны ЭРА Вагаршак Арутюнян провел телефонный разговор с министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу. Как сказано в сообщении Министерства обороны ЭРА, главы оборонных ведомств двух стратегических союзников обсудили пути урегулирования ситуации на армия на азербайджанской границе. Вагаршак Арутюнян отметил, что армянская сторона с уважением относится к призывам структур государств-партнеров урегулировать вопрос мирным путем, добавив, что позиция армянской стороны неизменна. Председатели вооруженных сил Азербайджана должны покинуть суверенные территории Республики Армения без каких-либо предварительных условий. Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу также обсудили размещение российских пограничников на армия на азербайджанских участках границы Сюникской и Геракуникской областей Республики Армения. Новую патрульную службу в Ереване планируется запустить в июле. Как сообщает Армен Пресс, об этом заявила на заседании правительства заместитель министра юстиции Республики Армения Кристина Григориан. Ссылаясь на вопрос исполняющего обязанности вице-премьера Тиграна Авиняна. Пятимесячная образовательная программа уже стартовала в январе и завершится в конце июня. И по нашему плану запуск новой услуги в Ереване запланирован на июль, сказала Кригориан. Она выразила надежду, что новый состав существенно изменит полицию, в результате чего они будут стремиться повысить доверие населения. На телевидении Западно-Армении на ноги руны президент Центра арминоведческих исследований Караунджа рассказала об обсерватории Караундж, Большой обсерватории Парийской руны, текущих проблемах науки и проблемах с которыми она столкнулась в течение своей карьеры. Она провела сравнение Караунджа с подобными структурами в других странах, отметив, что согласно научным исследованиям, Караундж является самым старым. Она сослалась на ученых-исследователей, из-за которых исчезают объекты исторической важности, поскольку история искажается в результате неправильного научного исследования. Вы можете увидеть интервью полностью на нашей странице в YouTube. Американское рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз экономического роста Турции, включая оккупированную Западную Армению. Согласно этому, ранее для Турции 2021 года прогнозируемые темпы экономического роста в 6,7% были заменены прогнозом в 6,3%. Согласно отчету, опубликованному агентством в июне 2021 года, ожидается, что инфляция в Турции достигнет 15,5%, 11,5% по состоянию на март. А курс турецкой лиры снизится по отношению к доллару до 8,9%. В следующем году экономический рост замедлится до 3,7%. Сегодня, 17 июня, в культурном центре Шарля Азнавуру при музыкальном колледже Саят Нола в Степанакерте состоится национальный конкурс национальных инструментов и народной песни. Целью которого является выявление талантливых молодых певцов, музыкантов и исполнителей в области армянской народной музыки. Конкурс имеет большое значение для общения, сотрудничества и развития процесса обучения народным инструментам в музыкальных и художественных школах Арцахской Республики. Всего в конкурсе примут участие 97 человек по 9 специальностям, из которых 64 индивидуальные исполнители, а 33 групповые. Главляты премии примут участие в 6-м республиканском конкурсе индивидуальных исполнителей на национальных инструментах и народной песни, который состоится в Ереване в октябре 2021 года. Тигран Петросян, он же Железный Тигран, родился в 1929 году. Родился 17 июня в Тбилиси. Он начал играть в шахматы, когда ему было 8 лет. Он посещал местную шахматную школу. Первая серьезная победа шахматиста была зарегистрирована в 1945 году на молодежном первенстве в СССР в Санкт-Петербурге, где он разделил первые и третьи места с Васильчуком и Режком. В 1946 году он был признан победителем 6-го армянского турнира в Ереване. Петросян подтвердил свой титул победителя на пятом молодежном первенстве СССР в чемпионате Армении. 1947 года шахматист разделил вторые и четвертые места. В 1949 году он переехал в Москву, где участвовал во многих турнирах и одержал ряд побед. В 1952 году Петросян уже был международным гроссмейстером Советского Союза. В том же году он женился на переводчице Ронни Авенезар. С 1958 по 1979 годы он был членом президента Шахматной Федерации СССР. В 1963 году Тигран Петросян был девятым чемпионом мира по шахматам, победив Михаила Ботвинника. Второй раз он был удостоен этого звания в 1966 году. В 1968 году Ереванский государственный университет присвоил ему звание кандидата теории шахматной логики. С 1958 по 1978 года выступал в составе сборной СССР. Он стал победителем Всемирной шахматной олимпиады, потерпев за это время всего одно поражение. Его последняя историческая победа была в 1981 году над Гарри Каспаровым, не менее известным шахматистом армянского происхождения. Тигран Петросян умер в 1984 году от рака желудка. «Я всегда чувствую, что вся Армения играет со мной в каждую игру. Многие ждут моих побед, и это меня обязывает», — сказал Петросян когда-то. Далит левас нубар ансамбль «Трэнтез дарманэкес». Далит левас нубар ансамбль «Трэнтез дарманэкес» Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала «Западная Армения». А на сегодня всё. Желаем вам всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова